Владимир Путин Владимир Путин Владимир Путин В качестве одного из вопиющих примеров Путин назвал ситуацию со строительством Загорской ГАЭС в Подмосковье. По словам президента, из 12 миллиардов рублей на ее возведение 6 были перечислены компании «Гидрострой». Гидрострой заключил субподрядные договоры с рядом компаний, штатная численность которых не превышает двух человек. Рабочие силы автотранспортом и оборудованием не располагают. Евгений Вячеславович, это Ваша контора? Владимир Путин До настоящего времени никакой реакции нет. Владимир Владимирович, официальных предложений в Росгидро не приходило. Что-что? Официальных предложений, неофициальных запросов по гидроустрою не приходило. Естественно, мы напишем это заявление. Вы понимаете сейчас, что вы говорите или нет? Официальных предложений вам не приходило. Да вы должны зубами там воровать все эти деньги. Как только этот сигнал пришёл, Владимир Владимирович, мы внутри себя разобрались и сейчас это заявление подаём. Долго что-то вы очень разбираетесь. Значит, миллиард у вас утащили, миллиард вот так его возьму, ушёл на подставные конторы, где по два человека работают. Миллиард растворился просто. А вы разбираетесь до сих пор. И не считайте, что нужно защищать интересы компании. Кстати, нужно скамениться, как следует посмотреть на это, что там происходит. Работа у правоохранительных органов после этого совещания серьёзно прибавится. Президент в ходе разговора несколько раз заявлял, что передаёт им материалы, озвученные сегодня, чтобы посмотрели повнимательнее. Песня российского чиновника. Произошёл в моей жизни Быстрый карьерный рост Я занимаю в России Очень высокий пост Мимо меня протекает Денег огромный поток И иногда я себе позволяю из потока сделать глоток Есть у меня самолёты Яхты и острова И в жизни одна забота Родину распродавать Навек обеспечены дети Пристроена вся родня Но есть один человек на свете Который пугает меня Когда в стране наступает Очередной трындец Таких, как я, вызывает Он в свой мрачный дворец И крепко сжав ягодицы Мы слушаем строгую речь И ждём напряжённо Кого покарает сегодня Дамоклов меч Путин страшный Очень страшный Я его боюсь Я почти привык Но каждый раз в штаны мочусь Я вагонами ворую Как пчела тружусь И при этом всё сильнее Путина боюсь Стараюсь на совещаниях Сидеть я с таким лицом Как будто все эти годы Был в церкви святым отцом Мой взгляд выражает смирение Я словно в раю херувим И правой рукой прикрываю На левой часы Ваш Ирон Константин Когда на глаза случайно Я попадаюсь ему Мне кажется, что детишек Я больше не обниму Не буду бежать по пляжу За стайкой игривых путан Не выстрелю в глаз бармену За плохо помытый стакан Не буду пытать служанку Охотиться на тигрят Согласитесь, что жалко Вдруг это всё потерять Обидно на празднике жизни Остаться вот так не у дел Неужто у нас в правовом государстве Возможен такой беспредел? Очень страшный Очень страшный Я его боюсь В мой пингхаус трёхэтажный Заселилась грусть Я на яхте кокаином Вывел слово Русь Маме Русь Вдохнув всей грудью Путина боюсь В испуганном состоянии Живу я уже много лет Я жду каждый день наказания А наказания всё нет Я жду его в Куршевеле И на Мальдивах жду Я жду его в Средиземном море С яхт исправляя нужду Охваченный диким страхом Я весь погряз в грабеже Крадуя с таким размахом Что даже стыдно уже Вот раньше окрал осторожно А сейчас обнаглелся всем И не заметить уже невозможно Моих двухходовых схем В стране объявлена вроде Борьба с такими как я Но я ещё на свободе И здесь же мои друзья Где логика я не вижу Над этой загадкой бьюсь Ведь я же так всю Россию спишу Пока я его боюсь Путин страшный Очень страшный Очень страшный Очень страшный Путин страшный Путин страшный Разобраться с подрядчиками В Росгидро обещают жестко Даже жестоко Это цитата из выступления Председателя совета директоров Компании во время посещения Стройплощадки Загорской ГАЭС-2 Система финансового контроля Будет полностью изменена А отчётность максимально открыта Как для государственных органов Так и для общества Если будет обнаружена какая-либо грязь в работе Предупреждаю сразу Никто не может рассчитывать на снисхождение Не помогут ни было и заслуги Ни должности Все выявленные случаи нечистоплотности Будут немедленно преданы Предоследуют Отношения личные Стаж работы Предыдущие заслуги Неважно Всё оно уберут Управление по борьбе с экономическими преступлениями МВД России Нашло нарушение именно при строительстве Гидроаккумуляторной станции Генеральный подрядчик Гидрострой Переводил средства на счета малопонятных фирм Ущерб оценивается в миллиард рублей Точная сумма станет известна по результатам проверки В данном случае Те работы, которые делались этими компаниями Они выполнены Сроки, которые стояли перед компанией Были очень жесткие Поэтому Сказать, что мы Отслеживали, внимательно проверяли Этих компаний с упадетчиками Я, естественно, не могу Громкий скандал вокруг публичной компании Не замедлил сказаться на её капитализации Акции Росгидро потеряли почти 2% На фоне общего падения энергетического сектора И остались в отрицательной зоне Когда рынок начал расти Но никаких критических колебаний не произошло Критика президента, моё мнение, может сыграть в плюс Потому что это даст дополнительный Накрыляющий пинок Оптимизирует стоимость расходов По всем стройкам Причём не только в Росгидро А вообще в целом по строительству Я считаю, что это самый главный положительный результат Ну и, естественно, нервные инвесторы Могут ожидать каких-то решений И локально можем сыграть в минус Но это ничего страшного На ближайшие два дня руководство компании взяло тайм-аут За это время Росгидро обещает выяснить, куда делись Предупреждения МВД о возможных хищениях И подготовить исковое заявление в суд В отношении недобросовестных подрядчиков Результаты внутреннего расследования обещают опубликовать Максим Андреев, Вести Спасибо Продолжение следует...